Зимовая рыбалка в ясной устье еще актуальная для многих аматоров этого виду отпочинку. Меж тем, перемельные умовы на дворья не гарантуют достатковой трывалости леду на водоемах, а тому ахвяры непозбежные. Еще раз нагадать об этом вырошили супрацовники МНС разом со специалистами освода. Вы увезли человек в воде, что будете делать? Что я буду делать? Помогать буду? При размовах с аматорами подледной лоули особливую увагу представники экстренной службы надают пытаниям обовязковой наявности у их выротовальных камизелек и подручных выротовальных сродков. Усим рыбакам вядомы сумные факты гибели людей по причине самонадеянности. Весна наступает, снизу водой подмывает лед, сверху солнышко прогревать начинает, лед становится слабее и слабее, поэтому воздержитесь от выхода на лед. Хотя жизнь дается один раз, второй же нам никто не подарит, правда? На сегодняшний день утонуло уже 9 человек с 1 января по 1 марта. 9 человек. Если взять аналогичный период прошлого года, это был один человек. У зоны пильной уваги субъекта у профилактики были и застаются дети. И хотя отказность за их здоровье и житё упершую чаргу ляжить на плечах батьков, представники комиссии по справах неполнолетних – постоянные удельники профилактичных рейдов. Опасность представляет не только лёд, о котором мы говорим очень много на родительских собраниях, на классных часах, на информационных часах, но опасность представляет непосредственное нахождение детей вблизи водных объектов. Так как в прошлом году по городу Гомелю были зафиксированы случаи, когда дети попадали в воду и помощь детям оказывали взрослые, которые находились в непосредственной близости. Если бы эта помощь не была оказана, то, соответственно, мы бы могли получить трагедию. Суместные намагания батьков, педагогов, представников УЛАДы и экстренных службов свой плён приносят. Зимой детей на водоёмах стало меньше. Работники МЧС совместно с заинтересованными субъектами профилактики по Гомельской области на регулярной основе в зимний период проводят профилактические мероприятия на акваториях. Напоминают всем людям, которые находятся, а также рыбакам, детям, которые со своими родителями могут находиться, об основах безопасности жизнедеятельности. В свою очередь вручают памятки с полезной информацией и всё-таки меняют мировоззрение людей, рассказывают об опасности, о которых их могут подстерегать на зимних водоёмах и рассказывают также, что необходимо делать в случае, если они увидели человека, который оказался всё-таки в воде.